Музыка Неправильное питание, курение, алкогольные напитки, постоянный стресс Все это может привести к развитию гастрита Им сегодня страдает большая часть населения, особенно студенты Этот термин гастрит объединяет большую группу острых и хронических заболеваний желудка Из-за чего он возникает и как его лечить, об этом подробнее узнаем в этом выпуске программы Гастрит является самым распространенным заболеванием желудочно-кишечного тракта При его возникновении чаще всего происходит воспаление слизистой Другими словами, внутренней оболочки стенки желудка Соответственно, та пища, которую мы принимаем, плохо переваривается Это приводит к тому, что большая часть питательных веществ теряется Не давая организму энергию и витамины Все это приводит к ухудшению самочувствия человека Снижается работоспособность и появляется чрезмерная утомляемость Если это заболевание вовремя не начать лечить Оно со временем может стать хроническим Или привести к более серьезным – к язве желудка Ранее считалось, что гастрита вызывает соляная кислота и пепсин А сейчас считается, что доказана роль инфекции в возникновении гастрита Эта инфекция вызывается геликобактер пилори Кроме этого, конечно, большое значение имеет и питание И употребление некоторых лекарственных средств Существует два типа гастрита – острый и хронический Первый тип – он самый распространенный При остром гастрите наблюдается поверхностное или глубокое воспаление слизистой желудка Эта форма заболевания развивается в течение нескольких часов или дней Причиной возникновения острого гастрита может стать любое химическое, механическое, термическое, либо бактериальное воздействие При этом человек обеспокоит ощущение тяжести и полноты подложечной области Также вас может преследовать тошнота, рвота и диарея Острый гастрит нарушает биоциноз кишечника То есть соотношение хорошей и плохой патологической флоры в кишечниках А нарушение флоры ведет себя к нарушениям иммунитета, к нарушению обмена холестерина, к очень многим изменениям в организме При гастрите хроническом у человека наблюдается длительное воспаление стенок желудка Такая форма заболевания развивается в течение многих лет и постепенно приводит к необратимым изменениям в структуре и работе желудка Симптомами хронического гастрита являются ощущение давления в области желудка после еды Изжога, тошнота, изредка тупая боль, снижение аппетита, неприятный вкус во рту Причинами хронического гастрита могут стать неполноценное питание, длительный и бесконтрольный прием медикаментов, курение и частое потребление спиртных напитков К гастриту приводит злоупотребление кофеином, особенно кофеином натощак Поэтому заменять завтрак чашечкой кофе нежелательно Кроме того, большое значение имеет курение в возникновении гастрита Если вы еще курите, то курить, и пока не бросили эту привычку, то курить нужно строго после еды, ни в коем случае не натощак Для облегчения симптомов гастрита до обращения к врачу можно использовать лекарства, которые нейтрализуют кислотность желудочного сока и облегчают симптомы гастрита Такие лекарства содержат в себе соли магния, алюминия, кальция и натрия Они уменьшают раздражающее действие кислоты на поврежденные участки пищевода Однако не медлите и срочно обращайтесь к врачу При этом помните, что во время лечения гастрита нужно кушать белковую пищу, а также продукты, содержащие витамины и минералы Не используйте специи во время приготовления еды Составьте себе почасовой график приема пищи Оставляйте примерно 3 часа между перекусами и не переедайте ни в коем случае Кушать, глядя на ночь, тоже не нужно Если вы не хотите стать заложником гастрита, воспользуйтесь мерами его в профилактике Соблюдать их несложно, нужно лишь правильно питаться, избавляться от пагубных привычек, ну и заниматься спортом Берегите себя и своих близких, будьте здоровы, пока! Субтитры делал DimaTorzok